7 января в полночь православный мир встречает Рождество Христова. Именно в ночное время суток верующие нефтеюганцы приходят в церковь на главную праздничную службу. Ведь, согласно Писанию, звезда в ночном небе сообщила людям о появлении Спасителя. Рождение Иисуса Христа стало единой точкой отсчета времени. Появление Спасителя разделило мировую историю на две эпохи, до и после Рождества Христова. Несмотря на позднее время, сотни горожан провели рождественскую ночь в храме. Все вместе они разделяли радость этого праздника. Молитвенно желаю вам и близким вашим радости духовной, здоровья, благополучия, мира и добра, здравия и духовной крепости. От имени депутата окружного дома Владимира Николаевича Семенова, главы депутата Юганского района Генбасима Новковская, от себя лично поздравляю вас с праздником, Рождеством Христовым. Начиная с 28 ноября, верующие христиане держали рождественский пост. Воздержание телесное и духовное подготовило их к таинству причастия. По словам прихожан, выдержать пост, особенно в новогодние праздники, помогает вера. Из любви к Богу мы воздерживаемся, постимся. И вот когда постишься, праздник, он по-другому воспринимается совершенно. Радость такая вообще необыкновенная. Так что мы вас поздравляем с праздником, с Рождеством Христовым. По традиции на территории храмового комплекса установили вертеп. Он символизирует Вифлемскую пещеру, внутри которого герои, которые рассказывают рождественскую историю. Тут же можно поставить и свечку. На рождественскую службу люди приходили целыми семьями. У каждого своя цель – поставить свечи, помолиться или загадать сокровенное желание. Я поставила свечку для того, чтобы в моей семье царил мир и чтобы все родственники были здоровы. Рождество – это праздник такой, когда Бог рождается в наших сердцах. И мы должны всегда быть с Богом, приходить в храм. Это праздник мира, радости, благодати. Поэтому он важен. Но каждый человек сам выбирает, что ему важно. Самое главное – выбрать правильный путь. С первой звездой у православных наступили святки. С этого дня принято ходить друг к другу в гости, петь колядки и щедривки. В них желают хозяевам благополучия и здоровья, а также воспевают спасителя. Поздравлять друг друга православные с этим праздником будут на протяжении 12 дней до крещения. Виктория Тимофеева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».